Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галанина Ольга. 22 октября 2020 года в «Комсомольской правде» вышел новый выпуск, новое расследование мужа и жены Варсеговых. Мог ли самый загадочный участник трагического похода быть диверсантом? Речь идет о Семене Золотареве, о некоторых нестыковках в его биографии, то, как он рассказывает, как дело обстоит в документах. Они, конечно, молодцы, в архивах запросили все документы. Но дело в том, что после того, как... Вот, смотрите, вот это мой пращур, который пропал без вести под Сталинградом. То же самое в документах у него, дата рождения 1906 год числится. На самом деле он 1916 года рождения. Сами вы знаете, бесконечные ошибки в документах встречались очень и очень часто. И то, что Семен Золотарев иногда не точно указывал какие-то даты, плюс-минус месяц. Я предполагаю, что он все заявления писал по памяти, не смотрел ни в какой военный билет, военная книжка, о которой речь идет. По памяти писал, он же знал, что все равно никто проверять не будет. Значит, это речь идет о документах, которые он заполнял, когда вступал в партию. Типа такой загадочный человек Семен Золотарев. Значит, меня больше всего насторожило еще, когда некоторое время назад комсомолка рассказывала о некоем брате Семена Золотарева, которого звали Николай Золотарев, 1903 года рождения. Прикиньте, 18 лет разница, да? Как будто бы у Семена Золотарева был брат и три сестры, да? И пятеро детей, и он был типа самый младший. Как будто бы старший брат Николай у него был предателем, помогал немцам, немцев, когда был в оккупации, его как будто бы расстреляли. В общем, знаете, я комсомолке не верю, я не нашла ни одного документа относительно Николая Алексеевича Золотарева в станице Удобное, в которой жил. И вообще не нашла. Если кто-то знает про его брата что-то, пожалуйста, пришлите ссылку на документы, потому что в комсомолке какие-то документы там тоже сама ничего брать не знают. И у меня такое подозрение, что про брата Золотарева там все придумано. Так вот, после войны Семен Золотарев в школе, в которой он работал, был секретарем первичной партийной организации. Если у них там в партийной организации было восемь членов, в основном это же учительницы, женщины, он как мужчина был секретарем, и его якобы там хотели исключить из партии за взятку. Как будто бы он дал взятку, чтобы получить квартиру. Вот скажите мне, как вы себе представляете, он хоть и был секретарем, хоть и первичной партийной организации, он мог решить этот же личный вопрос через вышестоящие партийные органы. Члены партии так не делали и взятки не давали. Они шли в райком, писали заявление, что им нужна квартира, и райком хлопотал, чтобы им без всяких взяток, членам ВКПБ, КПСС выдавали квартиры. На тот момент Семен Золотарев, это было в 1955 году, как будто бы разбирательство, как будто бы его хотели исключить из партии, и его сняли с поста секретаря партийчейки школьной. Значит, ему уже стаж был партийный 10 лет. Но все это очень-очень странно. Смотрите, вот тут он во всех автобиографиях таким он красивым почерком пишет, значит, что он родился 1 февраля в станице Удобной Краснодарского края в 21-м году, да? Учиться начал в 29-м году, значит, ну все правильно. И в 41-м году окончил 10 классов. Вот смотрите, вам не кажется странным, что он учился 12 лет? В 10 классов он заканчивал 12 лет. Короче, в 20 лет он пошел на войну. А, в комсомол вступил в 38-м году, выполнял комсомольские поручения. Для чего он вообще писал эту автобиографию? А это автобиография, чтобы в члены ВКПБ, кандидат в члены коммунистической партии. Ну, тут какая-то карточка учетная, ну, которая, видимо, из документов, да? Скажите, человек мог это все помнить? Его вообще почерком написано. Он писал. Это вообще какая-то учетная карточка, да? В общем, смотрите, тут Варсиговы, когда он воевал, Золотарев Семен, значит, они находят всякие несостыковки. Вот я вам могу точно сказать, вот наш вуз, где я сейчас работаю, его раз 20 переименовывали различные названия нашего вуза. И это было выше, значит, и СПБ ГАУ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, и ВПО, высшего профессионального образования, учреждения. Ну, в общем, переименовывали наш аграрный университет раз, наверное, каждые полгода. Я даже не знаю, как наш вуз назывался. Я себе работаю, работаю. Мне же до моего сведения не доводят, что сегодня наш вуз так называется, а завтра наш вуз по-другому называется. Только если идешь больничный оформлять, спрашивают, а как ваша организация называется? Там вот да, надо точно знать, как организация называется. А если работаешь и без больничных, и не знаешь, что он уже раз пять переименован и умеет другое название? Да, в принципе, Семен Золотарев мог и не акцентировать внимание на таких мелких переименованиях своего подразделения, в котором он служил. И вполне он мог даже не акцентировать на это внимание в своей биографии, в своих учетных карточках. Он же когда писал заявление на вступление в кандидаты, кандидат в члены ВКПБ, я ошиблась. Раньше как было? Чтобы вступить в партию, надо быть, во-первых, комсомольцем, во-вторых, надо иметь рекомендации от двух членов партии с большим стажем, минимум 10 лет, то есть два партийных работника, члена партии, не работника, а два члена партии должны дать рекомендацию. Потом личность человека рассматривается в первичной комсомольской организации, и после этого в райкоме партии уже человек ставится на учет, как кандидат в члены ВКПБ, кандидат в члены, год человек ходит кандидатом, и только через год ему выдают партийный билет. Вы представляете? В 1930-х годах, когда у нас был Ежов, он был председателем по кадрам в Москве, его замещал Маленков. Они составляли картотеку на всех членов ВКПБ, у них были досье на всех. Когда чистка партийных рядов проходила, на каждого члена партии было досье, кто рекомендовал, а вот кто у него родственники, они были ли они за границей. Ну, в общем, очень все строго было. То есть, вот смотрите, вот анкета вступающего кандидатом члена ВКПБ. Смотрите, здесь он пишет, значит, это он тогда был в 104-й отделении, ну, короче, понтонное отделение, мы остаемся не строили. Золотарев Семен Алексеевич, мужской, родился в 1921 году, русский, ну, в станице удобное. Вот у него родители были, отец, смотрите, до 1917 года крестьянин-середняк был, да, а после 1917 года он уже колхозник, и тут не пишет, что он был фельдшером, когда после Первой мировой войны у него отец фельдшером стал, ну, медиком, да, а мать у него не работала. Так вот, вот он тут все про себя пишет, что в 1941 году окончил 10 классов, не судим, не имеет. А здесь дальше идет что? Его послужной список, где он служил во время войны, да, его биография. Вот начали он курсант учился. Вот почему он стал младшим сержантом? Да потому что он был на 1941 год образованным, у него было 10 классов за плечами. Вы сами знаете, что 10 классов иметь, это была большая удача, когда мы рассматривали дела всех там, вот кто там на лесоповалах, в Вижае, да, все вот они, у них там 3 класса и неграмотные были, разные люди. Но вот в 1941 году, чтобы было 10 классов, естественно, Семену Золотареву красный свет, то есть, наоборот, зеленый свет, что куда? В начальство, да, вот им послали его учиться курсантам, что он сержантом стал, да, и стал командовать взводом. Командиром стал таким, хоть маленьким, но все равно начальником, да, агитатором был. В общем, хороший у него был послужной список, и нигде он не говорит, что у него есть брат, которого расстреляли. Хотя, если брата расстреляли, если теоретически брата Николая Алексеевича расстреляли в 43-м году, документы на вот это кандидатство в члены ВКПБ, он подает в 44-м году, да, осенью 44-го года. В общем, тут анкета. Вот смотрите, вот он пишет свою полную автобиографию, очень красивым почерком, всякими приукрашиваниями, 10 классов. Ну, здесь он весь свой послужный список, почитать вам его послужный список. Итак, я Золотарев Семен Алексеевич, родился в 21-м году, 1 февраля в Станице Удобной, Краснодарского края. Учиться начал в 29-м году и окончил в 41-м году среднюю школу 10 классов в Станице Удобной. В 38-м году вступил в члены ВЛКСМ, комсомольские поручения выполнял. В 41-м году, 18 октября, Удобненским РВК был мобилизован в Красную Армию. Когда прибыл в часть, меня направили учиться в школу младших командиров. В школе проучился два месяца. В школе мне присвоили военное звание, младший сержант, и направили в часть командиром отделения. С этой частью я участвовал по укреплению обороны Ростова с февраля по марта 42-го года. В мае 42-го участвовал в бою под Харьковом. С июля 42-го года по декабрь 42-го участвовал в обороне Сталинграда. По окончании Сталинградской группировки был награжден медалью за оборону Сталинграда. 2 июля 43-го года прибыл в 104-й батальон, участвовал в операциях по форсированию рек Саймы, Десна, Днепр, Сейчас нахожусь в зенитно-пулеметном взводе командиром отделения. Отец мой до революции занимался хлеборобством. В 2014 году был мобилизован в царскую армию. Учился на медицинско-фельдшерских курсах. После окончания курсов был направлен в 3-й хоперский полк фельдшером. В Белой армии не был. В 2018 году прибыл в Станицу Удобную, где работал врачом. По настоящий день. Мать моя все время занимается домохозяйством. Брат и две сестры работают в колхозе. Брат мобилизован в Красную армию. Мать, отец и сестры живы и все дома. Сам из моих родственников сужденных не было. Что-то тут про брата, мобилизованного брата что-то сказано. Так, 9 сентября 1944 года. Посмотрите подпись. Значит, это он пишет свою автобиографию, чтобы в партию вступить. Так, итак, две рекомендации ему дает Константинов Федор Иларионович, член ВКПБ с 29-го года, вот тут номер партийного билета, знаю, Золотарева Семена Алексеевича с июня 43-го года по совместной службе в 104-м отдельном понтонно-мостовом батальоне. Ну, здесь он рассказывает, какой Семен Золотарев храбрый, что он делу Ленина, Сталина и социалистической родины предан. Рекомендует Золотарева кандидатом в члены ВКПБ 5 сентября 1944 года. Так, подпись заверил Артург. Так, дальше рекомендация Я, посмотрите, какой почерк, какая каллиграфия. Я, Кирман Яков Ефимович, член ВКПБ с 1931 года, партбилет номер такой-то, рекомендую принять кандидатом в члены ВКПБ Золотарева Семена Алексеевича, которого я знаю по совместной службе в Красной Армии в 104-м отдельном фонтонном мостовом батальоне с июня 1943 года. Тут тоже, как он тут, храбрость проявил. Тоже подпись Якова Ефимовича заверил. Вот он, да. А потом надо еще выписку нет, это еще что еще? А, ну да, утверждаю, это выписка из протокола заседания комсомольской организации. То есть, еще его личность рассматривают комсомольской организации. Значит, ну тут рассказывают, какой он хороший, что он достоин быть в рядах нашей партии, да. В общем, такие интересные документы. И вот еще боевая характеристика. Это вот характеристику давал лейтенант, его начальник непосредственный, да, на младшего сержанта Золотарева Семена Алексеевича. В общем, смотрите, в сентябре 44-го года Семен Золотарев стал кандидатом в члены ВКПБ, да, значит, по идее в 45-м году в сентябре его приняли в партию, и все, и все. Смотрите, как только его приняли в партии, когда он там поступил в институт физкультуры, он же учился в военном училище, да, а потом поступил в институт физкультуры. Я думаю, что вот эти такие перемены, то, что он бросил, бросил учебу в военном училище и поступил в физкультурное отделение, я думаю, что это связано с тем, что он уже стал членом партии, вступил в партию, и все, дорога ему, везде зеленый свет, он стал секретарем первичной партийной организации, и я глубоко сомневаюсь, что вот комсомолка нарыла вот этот вот протокол, что Золотарев якобы укрыл информацию о своем брате, и то, что он бил свою тетку, ну, чего только там комсомолка не придумает, покажите, пожалуйста, эти документы, хотя бы киньте ссылку на документы про его брата Николая Алексеевича Золотарева 1903 года рождения, я вообще не знаю, зачем придумывать вот это все, что он мог быть диверсантом, там они рассматривают документы, что как только их часть сформировалась, там пожар случился, ну, придумывают все, ну, мало ли где пожары случались, не обязательно это все связано с Семеном Золотаревым, что пристали к человеку, я абсолютно не вижу никаких противоречий, ну, есть нестыковки в биографиях, у кого их нету, вы сами знаете, я вам привела пример, вот, этот человек 1916 года рождения, умер под Сталинградом, а не 1906, ну, в общем, я думаю, что хорошо, что есть комсомолка, они, конечно, молодцы, в Арсегове, находят много информации интересной, ну, мне кажется, все за уши, за уши все притягивают, возможно, возможно, Золотарев видел в партии свои перспективы, он же был членом партии, да, и он хотел сделать карьеру, быть директором турбазы, правильно, ему нужен был поход третьей категории трудности, чтобы стать директором, представляете, раньше на руководящей должности только членов партии назначали, он, конечно, никаких противоречий нет, что он был член партии, то, что его могли назначить директором турбазы, Кауровской турбазы, если бы он был еще, прошел, он был инструктором Кауровской турбазы, все правильно, ему сказали, давай, проходи третьей категории трудности походы, будешь директором, у тебя ты член партии уже, вообще никаких противоречий не вижу, никаких противоречий не вижу, вот они, конечно, комсомольцы молодцы, вот смотрите, вот тут всякие фамилии перечисляют, да, о награждениях, вот, я уверена, что, перечисляя эти фамилии, мы расшифруем надпись Дайер Муазуая, где список его взвода, где-нибудь здесь, вот, какой-нибудь, Дайер Муазуая, найдется, я имею ввиду, аббревиатуру от имен, видите, сколько его сослуживцев, наверняка люди, с которыми он вместе служил, тоже были награждены, да, я думаю, что татуировка на руке Семена Золотарева, Дайер Муазуая, это чисто армейская татуировка, наверняка, это его боевые товарищи, ну, в общем, комсомолка, конечно, молодцы, эти варсеговы, их задача, конечно, нас заинтересовывать, хорошую статью они написали, читала я долго, вникала, нашли несостыковки, почитайте сами, но я думаю, что все это за уши притянуто, напишите, что вы думаете, что вы думаете про его брата, вот самое мне, конечно, важное, я искала на сайтах, вот этих всех военных, даже если он служил в Красной Армии, я имею ввиду брат Семена Золотарева, Николай Алексеевич Золотарев, 1903 года рождения, если он служил в Красной Армии, там про него все равно, по-любому должна быть запись, что он по ранению из нее отчислен, там, не нашла я про него, может быть, кто другой найдет, если кто найдет про его брата, какую-то информацию, пожалуйста, скиньте, или к ссылке на какие-то документы, потому что не верю я, и что-то я в последнее время комсомолке перестала доверять, ну, в общем, вот такие мои соображения по поводу этой статьи, ладно, давайте, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...